Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей и скоро школа, университет и так далее. В общем, 1 сентября я решила снять для вас видео и подготовить для вас макияж к школе плюс прическа. Это видео для вас сюрприз, потому что я его снимаю не одна, а с профессиональным визажистом. Ксана Шер. Очень красивая и приятная девушка. На ее канале вы можете найти очень много макияжа, причесок, перевоплощения и, конечно же, уход за собой и покупки. Я думаю, вам будет очень интересно посмотреть, что же подготовила для вас она. И если вам интересно, обязательно проходите по ссылочкам внизу. Я оставлю ссылочки на ее канал и на ее видео. Мне самое интересное, что же она там подготовила для нас. А мы с вами начнем. Итак, что я думаю о школе о 1 сентября? Не знаю, что подготовила Оксана, но сразу скажу, что для меня школа это в первую очередь день и утро. Хотя есть вечерние смены какие-то, но все же макияж у нас в первую очередь должен быть дневной. Никаких блесток и никаких накладных ресниц и ничего такого вычурного и яркого. Поэтому мы будем сейчас с вами делать макияж дневной, легкий и он подойдет как взрослым. То есть я сейчас собираюсь, например, на выход, да, день у нас прекрасно все. Я хочу сделать очень натуральный макияж, подчеркнуть, как бы все, выделить какие-то достоинства свои и убрать недостатки. И этот макияж подойдет как школьнику, может быть, старших классов, потому что в младших, наверное, еще не красится. Они и так прекрасны. Да и в принципе до 18 лет все прекрасны. Но все же, все же есть какие-то недостатки и хочется все-таки выделиться и быть немножечко поярче. Поэтому начнем. Первое, что я сделала, это увлажнила свое лицо. И первое, что нам понадобится, это консилер. Подбираете консилер просто по вашему цвету кожи и куда я буду его наносить, да. То есть я буду убирать им недостаточки и просто под глазами синяки, усталость какую-то, может быть, уберу. У кого есть, вы так и делайте. Делаем мы это таким образом. Наносим наш консилер таким треугольничком. Я уже показывала видео о том, как правильно наносить консилер. Также мы его наносим на проблемные места, покраснения какие-то. Дальше мы берем наши пальчики, подушечки пальчиков и все растушевываем таким вот способом прибиваючи. Вот мы и закончили с консилером. Если у кого-то нет недостатков и у вас прекрасная ровная кожа, вы можете этот шаг пропустить. Если у вас жирная кожа или вы воспользовались консилером, то я рекомендую взять обычную пудру, какую-нибудь бесцветную. То есть у меня есть вот такая прозрачная пудра от Make Up For Ever и Vivienne Sobois. Тоже она твердая, но она не рассыпчатая, но она прозрачная. Я буду ей делать. Берем кисточку и просто, если жирная кожа, то мы ее матируем легенькими движениями. И также закрепляем консилер наш, для того, чтобы он у нас подольше держался. Хотя этот прекрасный консилер вообще, я довольна и не всегда даже закрепляю пудрой его. Также мы с вами можем взять легкий корректор, скульптинг от Maybelline. У меня в самом светлом натуральном тоне. Просто выделить наши скулы. Практически незаметно для дня. Но уже вырисовывается какой-то овал лица. Также я не могу обойтись ни днем, ни ночью, ни вечером без своего хайлайтера. Главное взять его не очень шиммерный, чтобы он был, но придавал блеск и сияние нашему лицу. Это подойдет и днем, и ночью. В общем, я возьму палету Cuse Blanc. И воспользуюсь, например, либо розовеньким, либо бежевым цветом. Давайте возьмем бежевый. И нанесу его на скулы и под глазки. Также можно его нанести на носик и на верхнюю губу. Все, ваше лицо вообще теперь здоровое и сияет. Дальше нам нужно привести наши бровки в порядок. Для этого мы возьмем карандашик. Расчешем бровки. И подровняем их карандашом, тот, который подходит под ваши брови. Вообще, порой для дневного макияжа достаточно сделать просто губы и брови, и вы уже прекрасны. Поэтому брови это достаточно важная часть, которая подчеркивает вашу красоту. Можно также закрепить брови гелем для бровей. Но я этого сейчас делать не буду, потому что они вроде у меня хорошо и ровно лежат. Дальше мы воспользуемся тенями. Тени я буду брать нюдовая палетка от Maybelline. Возьму два цвета. Возьму такой, наверное, цвет. Он, мне кажется, дневной. И нанесу его в складку. Для кого это очень темный цвет, можете воспользоваться еще светлее цветом. Тоже под ваши глазки. Просто суть в том, что в складку мы наносим чуть-чуть темнее цвет. И под глазик. Дальше мы берем цвет какой-нибудь посветлее. Я возьму вот этот цвет. И наносим его на все подвижное веко. У меня тени немножечко с перламутром. Можно использовать матовые тени. Они тоже прекрасно будут выглядеть. Также берем белые тени. Можно немножко с блеском. И выделяем кончик глаза. Чтобы глазки у нас заблестели. Также все это можно растушевать. Сделать белые тени еще под бровку. Либо хайлайтер туда положить. И тушь. У меня Кабаре от Yuvian Sabo. Вы можете использовать любую натуральную тушь. Для губ мы можем использовать любой блеск. Для губ не сильно, опять же, шиммер. Любую матовую помаду натурального нюдового цвета. Мне очень нравятся блески вот такие. Вот Coca-Cola, Sprite. Они имеют пигмент. И хорошо увлажняют. Вот что у нас с вами получилось. Какие-то шаги вы можете убрать при желании. Какие-то добавить свои. Но главное, чтобы было все очень натурально и естественно. А сейчас прическа. У меня немного недосушенная сейчас голова. Но я предлагаю вам сделать очень интересную и очень простую прическу. Которая, мне кажется, будет очень нежной. И такой вот школьной, университетской. Я не знаю, такой вот сентябрьской. Для этого мы убираем все волосы назад. Берем прядку сверху. Тоненькую. Берем по бокам тоненькие прядки. И плетем косичку. Дальше к прядке мы добавляем еще тоненькую прядку. Главное, что тоненькую. Косичку мы плетем неплотную. Дальше мы опять берем тоненькую прядку. Снова добавляем. Опять. Такая получается сверху паутиночка у нас. И так, дорогие мои, вот что у нас получилось. Мне кажется, очень красиво. Для дополнения образа вы можете еще использовать какой-нибудь ободочек. Или вместо резиночки вы можете прицепить какую-нибудь красивую яркую ленточку. Сережки могут дополнить ваш образ тоже идеально. Мне кажется, это вообще замечательный образ на 1 сентября. И я надеюсь, что вам понравилось. Вы что-то примете для себя. И покорите всех своей красотой на 1 сентября. Если тебе понравилось, обязательно ставь лайк. И не забудь подписаться, если ты еще не подписан. А сейчас мы с вами отправляемся смотреть, что же приготовила для нас Оксана. Ссылочки внизу. Пойдемте. Впереди много интересного. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Пока-пока.